Ольга Попова и Владимир Дрюков. Бой без правил в своей магнитке. Надеюсь, вы к этому готовы. Первый вопрос. Кто из этих людей родился в Магнитогорске? Хоккеист Евгений Малкин, актер Олег Даль, художник Александр Шилов, математик Николай Лобачевский. Пускай это будет хоккеист. Хоккеист Евгений Малкин. Конечно, это легендарный Женя Малкин. Я из Омска болею за авангард Женю Малкина. Запомню еще с молодежной команды. Следующий вопрос. Статуи какого животного пока нет на территории делового центра «Юбилейный»? Кабана, медведя, лося, енота. А там есть статуи? Хорошо. Наверное, енот. Енота я не видела. Лось. Ольга права. Еноты в Магнитогорске пока не так распространены. Из какого языка происходит слово «магнит»? Древнегреческого, латинского, немецкого, французского. Я бы сказал латынь, красиво. Нет? Немецкий. Внимание, правильный ответ – древнегреческий. Своё первое мероприятие о кибербезопасности медиагруппа «Авангард» провела на Урале в 2005, 2007, 2008 или 2009 году. В 2009. Сейчас очень стыдно будет, я не помню. Седьмой. Да, как такое можно забыть? Это был 2008 год. Как называется высшая точка Уральских гор? Хребет Большой Урал, гора Народная, гора Ослянка, гора Монорага… Последняя. Пусть будет Народная. Владимир, хоть и пальцем в небо, но ткнул правильно. Это гора Народная. Ресторан на вершине горнолыжного центра «Банная» называется «Снежная вершина, горное ущелье, старый очаг, 942 метра». Не знаю, запускает будет 942. Горное ущелье. Внимание, правильный ответ – горное ущелье. Ольга, соберитесь. Я понятия не имею, что там. Меня ж возят туда. Песни какого жанра наиболее популярны в караоке-проката? Шансон, ретро и эстрада, русский рок, зарубежный поп 90-х. Это русский рок. Ретро и эстрада. Ольга, в вас угадывается постоянный посетитель караоке. Вы правы, это русский рок. Я не ходил в караоке провести. Внимание, последний вопрос. Что пока не украшало финал уральских ужинов на свежем воздухе? Шоу квадрокоптеров, запуск китайских фонариков, огненное шоу, яркие фейерверки. Квадрокоптеров не видела. Все остальное видела. Квадрокоптер. Фонарики. Действительно, квадрокоптеров не было. Пока не было. Это был непростой бой. И в нем со счетом 4-3 победила Ольга Попова. Друзья, коллеги, я приглашаю вас на магнитку. Это замечательный форум, где хороший контент, где замечательные люди. И самое главное, где душевная, теплая, прекрасная атмосфера. КОНЕЦ